Одна из главных черт капитализма заключается в том, что он умеет, она, эта система, умеет зарабатывать на своих собственных ненавистниках, более того, создавая полную иллюзию у них, что этого не происходит. Последнее общение мое, опять-таки, с рядом персонажей, как онлайн, так и оффлайн, очередной раз показало, что у людей нет порой немалейшего понятия, как устроен мир, это как бы невозможно знать, и я этого не могу знать, но хотя бы как устроен интернет. Только на моем канале, ну, в общем-то, есть дюжина Лениных, Сталиных и прочих разных людей, ну, я имею в виду тех, кто повесил себе их портреты на аватар. Есть, например, персонаж вот с такой вот аватарочкой, буквально недавно нарисовался. Зачастую бесполезно объяснять, что любое их действие вот здесь вот, ну, например, на ютубе, оно приносит дивиденды господам за океаном. Начать нужно даже не с интернета, можно начать с оффлайнового примера под названием Китай. Очень часто я сталкиваюсь с таким тезисом, что в настоящий момент Китай зарабатывает деньги за счет вот капиталистической системы, потому что там все производство, там делают, ну, все, начиная от айфонов и заканчивая там и киевской мебелью. Да, в этом есть доля истины. Китай действительно зарабатывает. У меня был отдельный выпуск про мою поездку в Пекин. В Китае есть определенная синергия буддизма, капитализма и коммунизма, совершенно уникальная. Но это как бы отдельная тема. Но есть самый главный тезис. В чем задача любого, скажем, производства? Задача любого производства вынести, ну, вот, за пределы себя все самое вредное, ненужное. Все то, что, например, губит экологию. Все то, что сопряжено с определенной амортизацией собственных ресурсов. И вот капиталистическая система, она придумала, как это сделать. Она отправила это все в Китай. Да, Китай зарабатывает, но у Китая, скажем, засраны все реки, там во всех крупных городах смог, люди ходят в этих масках. То есть это расплата за тот самый промышленный рост. Ничего не бывает просто так. В чистом виде прибыль получает не Китай. Китай получает свою, на самом деле, маленькую долю, если мы возьмем эту прибыль в отношении геморроя и заработков. А все остальное идет владельцам брендов и так далее. И мне кажется, это вполне очевидные вещи, хотя вот приходится их проговаривать. Но здесь, на самом деле, могут быть определенные комментарии, споры и так далее, потому что никто не знает, что там в Китае за определенной гранью. Как повернуты мозги у руководства, куда они, на самом деле, хотят вести страну, бла-бла-бла. Ну, то есть, конечно же, есть масса экспертных мнений, но на то они экспертные мнения, что зачастую они, как мне кажется, к реальности не имеют никакого отношения, потому что мы не знаем, что это за реальность. Это отдельная ментальность, нам ее просто порой невозможно понять в силу, опять-таки, особенностей нашей ментальности. Но есть вещи более очевидные, и эти вещи называются интернет. Сейчас, как вы знаете, основная масса битв идеологических, они разворачиваются как раз... Здесь вот и воюют все марксисты, коммунисты и так далее и тому подобное. Коммунизм — это прекрасная идея в теории. Как она воплощалась на практике, мы с вами прекрасно знаем. Мы, ну, не все, но большинство прошли через это. Чем это закончилось, мы тоже прекрасно знаем. Тут есть определенный комплекс у нас у всех. Нам крайне неприятно осознавать, что великая страна развалилась. Мы, естественно, готовы винить в этом кого угодно, только не себя, только не ошибочность, может, некоторых постулатов этой системы. Ну, потому что признавать собственные ошибки — это всегда крайне тяжело. И в этой связи в настоящий момент идет волна абсолютно логичная. Возвращение к некоторым вещам, которые вернуться уже не могут в принципе. И YouTube это нам наглядно показывает. Поскольку я вот буквально перед Новым годом уволился из агентства, где я проработал 8 лет, агентство интернет-рекламы, возглавлял там СММ отдел, до этого, соответственно, в оффлайновых изданиях всевозможных работал, то вот эта вся история с трафиком, она мне понятна как никогда. Дело в том, что, как это непрадоксально звучит, есть ситуации, когда клиент испытывает дефицит трафика. Но есть клиент, у которого строго определенная аудитория. И вот он всю эту аудиторию уже выгреб по определенным признакам, которые он сам себе придумал. Или он не сам себе придумал, или они действительно таковые и есть у его целевой аудитории. И нужен дополнительный трафик. Где его брать? Где взять этих людей? Еще, не знаю, там 100 тысяч, миллион этих людей, которые там кликнут, перейдут по ссылке, не знаю, заполняют формулу, совершат звонок и так далее и тому подобное. Здесь и не только здесь встает проблема контента. Контент стоит денег. Допустим, у вас есть сайт. Вы хотите на нем зарабатывать деньги. Для того, чтобы зарабатывать деньги на сайте, ну или на любом другом ресурсе в интернете, вам нужно делать определенный контент. Чем лучше контент, тем больше у вас там посетителей и так далее. Чем больше у вас посетителей, тем больше рекламы вы можете продать, тем больше вы можете заработать, бла-бла-бла. Соответственно, вам надо вкладываться в контент. Первыми придумали, ну, фактически бесплатный контент на телевидении с помощью так называемых реалити-шоу. Ну, у нас это вот Дом и Дом-2. Гениальная абсолютно идея. Ничего не надо. Это вам не большой метр, или даже не сериал. Здесь все равно нужен режиссер, сценарист, целая команда. Ну, почитайте эту простыню титров. Сколько людей работают, как правило, над созданием подобных вещей. Ничего не надо. Берешь толпу долбоящеров, загоняешь их в клетку, расставляешь камеру. Ну, конечно, там предварительно-опредварительно работа с ними проводится. И все, и вперед на танки. И миллионы, миллионы зрителей это смотрят. Все. Вещь в себе. Ты просто запустил процесс, и он приносит тебе бабло. И даже не только тебе, а всем, кто с этим причастен. Я как-то заикался, что в 2003 году я интервьюировал Ксюшу Собчака. Она тогда жила еще на Третьей Тверской, Емской. И было строго-настрого запрещено задавать любые вопросы про политику. Уж тем более, там, про маму с папой, Путина и так далее. Вот про Дом-2, пожалуйста. Тут Ксюша рассказала все, что угодно. Поэтому вот даже она определенную свою долю медийного веса получила с помощью этого реалити-шоу. В интернете проблема контента была решена с помощью так называемого marketplace. Ну, это условное название. Это все вот эти посреднические системы. Не важно, что это. Delivery Club, Uber, Booking, Airbnb и так далее. То есть, это нечто, что сводит человека, который предлагает услуги, с человеком, который потребляет эти услуги. А сами они только стригут процент. Но гораздо раньше самую гениальную идею, конечно, предложила компания Google. Она придумала YouTube. Чем прекрасен YouTube для проклятых капиталистов? Дело в том, что здесь контент порождает сам себя. Сами пользователи его изготавляют, заливают. И вот они вам, пожалуйста, площадки для размещения рекламы. В системе не то, чтобы не надо делать ничего. Так было бы некорректно сказать. Потому что, ну, естественно, там программное обеспечение, отслеживание всевозможных ситуаций. Бла-бла-бла. То есть, есть, конечно же, комплекс работ. Но по сравнению с тем, сколько денег пришлось бы потратить на вот весь этот контент, это просто, ну, капля в море. Более того, YouTube стимулирует людей к тому, чтобы они этот контент производили. Он дает возможность им зарабатывать деньги. Деньги, на самом деле, ну, достаточно относительные в среднем по больнице. Но, тем не менее, это для многих стимул. Тем более, что определенного рода блогеры, они еще продают рекламу уже непосредственно инкорпорированную в своих роликах и зарабатывают в основном с помощью ЕЯ. И вот тут мы переходим к самому главному. Безусловно, на YouTube есть определенные правила. Это, там, голые сиськи, детское насилие, там, копирайт, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Но, YouTube, как и капитализму, ему, по большому счету, по барабану на идеологическую подоплеку производимого здесь контента. У него одна задача, как и у капитализма, зарабатывать деньги. Деньги, как вы все знаете, не все, к сожалению, но, как многие из вас знают, зарабатываются нынче продажей потребительской модели конечного пользователя. Для этого надо собрать максимальные данные. И Google отслеживает, ну вот когда-то у нас лежал по двум тысячам признаков, я думаю, сейчас, наверное, по всем пяти тысячам. То есть, как пелось в одной из песен остросоциального ансамбля ОСА, а теперь иди и убейся об угол, я знаю о тебе все, меня зовут Google. Действительно, система знает о вас все. Она знает даже, где, на каком сайте, на кого конкретно, в течение какого времени вы дрочили. Поэтому любое, абсолютно любое действие, произведенное на YouTube, оно приносит деньги тем, кто его создал. А дальше самое интересное. Допустим, есть человек, а их немало, как мы знаем, который здесь вот выкладывает такие разоблачительные ролики про вот как плохо там, я не знаю, вот эксплуатировать рабочий класс, раскрывает вот всю мелкобуржу... Меня очень часто обвиняют в мелкобуржуазности. Это прямо умилительно. Все остальные прям вот классикал, так сказать, рабочий пролетарский срез. Так вот, вот есть такие люди. Они выкладывают свои ролики. Другие такие же люди их комментируют, распространяют. И они уверены, что они на правильном пути, потому что они вот как бы разоблачают эту подлую меркантильную систему. А на самом деле, на самом деле, они приносят деньги этой самой системе. Потому что ей плевать. Абсолютно. Ты хочешь, Вася, рассказывать про то, какая плохая страна США? Рассказывай. Рассказывай, мой дорогой друг. Ты ненавидишь капитализм, ты ненавидишь все, что с этим связано. Ненавидь. Главное, ненавидь как можно сильнее. И пусть эта ненависть в пропорциональном отношении выражается в твоих роликах. Делай их больше, делай их длиннее, собирай гораздо большую аудиторию. Пусть она это все дело лайкает, пусть она засылает тебе донаты, пусть к тебе приходят спонсоры, пусть это все тебя стимулирует. Главное, не останавливайся, производи контент. Ибо нам нужен трав, через который мы получаем наше честно заработанное бабло. Здесь могут быть ряд возражений. Первый из них, ну, типа, в достижении благой цели все средства хороши. Но здесь, опять-таки, стоит возразить, о чем в таком случае вы отличаетесь от этих самых капиталистов, которые... Nothing personal, just business, my baby. Это вот основной тезис страны Америка. Абсолютно ничем. Это, во-первых. Во-вторых, ну, если вы в своей борьбе хотите укреплять эту систему, то тут, как бы, комментарии вообще отсутствуют. Еще одно возражение может заключаться в том, что, ну, а ты-то сам, Павел Перец, типа, что, так а я абсолютно не против, чтобы эта система зарабатывала деньги на мне. Потому что все, что я сейчас имею, на самом деле, я получил благодаря интернету в общем и YouTube в частности. И большое спасибо ему за это. У меня есть вот прям наглядный пример из другой немножко области. Точнее, из этой же, но просто речь не про YouTube, речь про Facebook. Ко мне как-то ходил человек на экскурсии. И дело в том, что я не очень люблю вот такую, знаете, ну, откровенно антиклирикальную позицию, что вот РПЦ это гнище, говно и так далее. Люди разные. Открою вам страшную тайну. Это вот такая истина, которую приходится там через выпуск произносить. И в РПЦ тоже разные люди работают. Более того, как гид и немножечко гид по Москве, я хочу сказать, что был период. Я прям-таки вот даже показывал на одной из экскурсий пару мест с этим связанных, когда, ну, в общем-то, если бы не РПЦ, так, может, и страны не было. Она, конечно, тогда не называлась, вот, точнее, нельзя было ее назвать в таком же контексте, как сейчас Россия, но по факту это была уже Россия. Так вот, ее бы не было, ну, просто бы, если бы не это самое РПЦ. Ну, и так далее, и тому подобное. У нас все исторические памятники, которые до Петра Первого, мне кажется, там на 70% это церкви, храмы, монастыри и так далее. Поэтому вот такой уж совсем нигилистический взгляд на это мне тоже не очень импонирует. Мне, безусловно, не нравится там ни наш патриарх, ни еще ряд деятелей, про одного из которых мы даже клип забабахали, Милоновова фамилия. Но, тем не менее, и вот я на, собственно, на Пушкинской площади, там, как вы знаете, Пушкин раньше стоял на другой стороне Тверской, а на том месте стоял Страстной монастырь. Вот я рассказываю про Страстной монастырь, говорю, ну вот, да, потом его разрушили, было, к сожалению, такое время, когда и монахов расстреливали. И вот один из аудиторий, один из представителей аудитории говорит, и правильно делали. Ну, я ему сказал, что он немножко не в то время родился, ему бы вот родиться где-нибудь так, в году в 1800, я не знаю, в 86-м. Вот он бы там себя обрел, как раз в этот момент, прям был бы на месте. Ну и потом, соответственно, он нашелся в Фейсбуке, периодически там писал мне, значит, когда я буду в порнухе сниматься и так далее. Ну, по поводу контента мною производимого. И я как-то вот попытался ему намекнуть, что, ну, а где ты это пишешь? То есть человек, который абсолютно вот все марксистские, вот все вот такое вот направленный, пишет это в системе, созданной американским евреем. И вот уж как Фейсбук зарабатывает деньги, это, ну, это просто уже какой-то конечный цинизм, потому что вот эта система, как он там показывает тебе ленту, это крутит каждый раз. Ну, то есть там очень сложные алгоритмы, заточенные на то, что тебе показывать, а что тебе не показывать. А сделано это по одной простой причине, чтобы ты постоянно платил деньги за вот свои рекламные посты, и чтобы их видела как можно больше людей. Ладно бы он это делал в нашем, не знаю, православном контакте и обогащал бы Алишера Усманова. Да, Алишер Усманов, это же человек... Вы же как бы забываете о том, что когда вы юзаете контакт, то опять-таки, что... Очень прекрасный, в кавычках, персонаж, который, кстати, тоже не без комплексов. Я помню, что он что-то там начал отвечать, по-моему, Навальному, что ли, в Ютьюбе. Ну, вот это вот как бы... Это вообще что? Мужик, у тебя бабла больше, чем у нас всех вместе взятых, как бы, а ты ведешь себя как пятиклассник. Ну, это ладно, отдельная история. Ну, то есть, ладно бы он это делал хотя бы ВКонтакте, да? Так нет, он это фигачит как бы в 100% в пиндоском в Фейсбуке, и у него нет никакого противоречия абсолютно. Он абсолютно уверен, что вот так оно и должно быть. И вот если взять вот этот вот срез вот людей, которые так настроены, и которые, причем ведь есть, ну, есть такие спокойные, их большинство, слава тебе, Господи, они посмотрели там какой-то ролик, им там он понравился или не понравился, но они там, не знаю, максимум там лайкнули или дизлайкнули, и на этом все. Но ведь есть же, и таких тоже немало, те, кто постоянно-постоянно строчат, постоянно строчат, естественно, под вымышленными какими-то никами, портретами и так далее, и они, они даже вот им в голову даже не приходят, что вот каждым, каждым нажатием клавиатуры кто-то там в ненавистном им пиндостане получает свою порцию бабла. Поэтому в данном случае это речь не о том, что мы сидим на подсосе там техническом, да, то есть, ну, это классический пример, что вот это, вот то, на что я снимаю, но все как бы, все неотечно производство. Хотя, кстати, у нас есть очень достойные микрофоны, я говорил в одном запуске, фирма «Октава» их производит, и вроде как там сейчас идет движ такой очень активный, они там пытаются развиваться, и очень хотелось бы пожелать им, на самом деле, успеха в этом направлении, потому что, ну, не так много у нас осталось чего-то, помимо ракет, там, армии и атомной энергетики, ну, и нефти той самой. Увы и ах, я опять-таки заранее знаю, что будут люди, и их, к сожалению, немало. Ну, какие-то мне, я помню, персонажи вообще писали, что YouTube – это наша отечественная система, ну, тут как бы просто, как бы, мозг вскипает, и комментировать нечего. Но есть те, кто вот мне писал неоднократно, что YouTube – это какая-то международная, интернациональная система, траля-ля, три рубля. Ну, и, соответственно, читай Google. Кто-то даже расскажет про то, что один из создателей Google – он из Советского Союза. Да хоть, как бы, из города Вологды и так далее. Ток от этого чего? Он кого обогащает? Он где сейчас работает? Он куда, в конце концов, налоги платит? Ну, они пытаются там с помощью Дублина немножечко снизить свою, так сказать, налоговую базу, но Соединенные Штаты Америки свою часть все равно получают. Поэтому, друзья мои, вот это нужно просто, ну, не всегда, но хотя бы иногда, держать в голове и понимать, как устроены процессы, и не противоречить самому себе. Потому что самое страшное – это недооценка противника. А мы как раз с этим и сталкиваемся. Люди добили своего. Люди подсадили, как бы, нас на собственные достижения. Буквально недавно я читал новость о том, что вот бьют тревогу в кинотеатрах, 80% американских фильмов крутится. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, что же нам делать? Так а кто ходит на эти 80%? То есть, кто это все смотрит? Это все, россияне какие-то? Гости из дружественной Финляндии к нам приезжают? Или, может быть, это сами россияне входят в эти кинотеатры и потребляют это все? Включая всю эту вот русскую клюкву и так далее и тому подобное. И здесь в конце я бы хотел заметить еще один момент. Тоже вот как очень хитро устроен мозг у некоторых потребителей. В предыдущем выпуске РЧВ я показывал на конкретном примере, как у нас искажает перевод. Убрали фразу «Fuck Putin's mother» из фильма, снятого Биг Бедером. И я негодовал по этому поводу. Мне многие написали, а вот если бы твою мать такая и траля-ля три рубля. И неужели непонятно, что речь идет про то, что вас обманывают? Не про то, что путинскую мать так назвали, а про то, что это перевели, это показывают по другим переводам. И вы даже не знаете, что было в оригинале. А в оригинале оно было вот так. И речь об этом, а не о том, что кто-то там, понимаете, путинскую мать так назвал. Да как хоть отца, хоть кого угодно. Пусть они это называют. Но вы либо не переводите тогда и не показываете эти фильмы, либо уж будьте добры, переведите дословно. Потому что не переводя это, вы будете зрителям в заблуждение. Зритель посмотрит и решит, что вот так вот оно все мягонько и прочее. А на самом деле вот есть нюансы. И вот эта простая мысль, она тоже как-то скользает из головы. И как бы, ну я не знаю, приходится, наверное, по 8 раз так, да, детей. Ну методология есть определенная. Ты когда будешь экскурсию детскую, тебе надо как-нибудь 5 раз сказать что-то, чтобы это у них там в голове осталось. Я понимаю, что это не приятные мысли. Я понимаю, что как бы соглашаться с этим тяжело. Вы думаете, что мне приятно это все рассказывать? Нет, я бы с удовольствием сейчас записывал это все на камеры отечественного производства, микрофон бы отечественного производства имел бы. Я бы с удовольствием это все делал не на ютюбе, а на рутюбе. Но рутюб нахрен никому не сдался. Я бы с удовольствием имел свою почту не на джимейле, а еще где-нибудь ездил бы не на японской машине, а на отечественной и так далее и тому подобное. Но я выбираю то, что удобнее, проще и юзер-френдлие, выражаясь старославянским. Несколько мелкобуржуазных объявлений. 9 февраля в субботу в Москве в библиотеке на Кутузовском состоится моя лекция «Сталинская реконструкция Москвы» 1935 года. Я ее уже читал в 2016 году, но накопилось много нового материала, и многие мои зрители просят ее повторить. Тем более я планирую записать и выложить здесь на канале. Мы поговорим о том, зачем она была нужна, эта реконструкция, что было построено, что было не построено. Ну и вообще, по сути, что Сталин сделал. Разрушил он Москву или он все-таки построил новую столицу. Ссылка на встречу ВКонтакте есть в описании под этим видео. 2 марта дебютный концерт остро-социального ансамбля «Оса». Это суббота. Ссылка на продажу билетов есть также в описании под этим видео. 21 января мы едем в Париж, там места уже нет. Вот 25 марта группа собирается, там места еще есть. Если вам интересно, пишите мне на электронный адрес или ВКонтакте, вышли все подробности. Адрес также указан внизу. Ну и не забывайте про то, что в конце марта пройдет второй фестиваль «Цифровая история», второй имеется в виду в Москве, который мы организуем вместе с Егором Яковлевым. Он будет более глобальным, двухдневным, с большим количеством интересных спикеров и рядом сюрпризов. Здесь, конечно, очень цинично прозвучит призыв оставлять комментарии, но пишите на самом деле. Интересно все-таки, насколько вышесказанное оно осознается частью хотя бы аудитории. На этом все. Пока. Увидимся.